Всем привет! В сегодняшнем ролике мы разберем следующую классическую партию. В ноябре, 5 ноября 1990 года, в матче на первенство мира, очередном матче между Каспаровым и Карповым, встретился в страны индийской защите, белыми играл Анатолий Евгеньевич, встретился вариант Глигорища. Ход слон Е3 характеризует именно этот вариант. Основные ходы черных это конь Ж4 и ЕД. ЕД встретилось в этой партии. Белым, конечно, надо знать, как играть на конь С6, на конь Д7. Даже на ходы типа С6 и конь А6 необходимо понимать, как правильно реагировать. Гарри Кимович пошел по наиболее интересному пути, на мой взгляд. Ход ЕД уводит партию от типичных староиндийских построений. Ну, пока что это не видно, да, но черные просто вынуждены проводить Д5 как можно раньше. И вот сейчас, да, вот они нацелены сыграть именно Д5 практически на любой ход белых. Особенно хорошо в ответ на рокировку Д5 и на ЦД еще и взять коню. Пользуясь тем, что ладья стреляет в прави слон на Е3, черные открывают диагональ своему чернопольному слону и получают отличную игру. Анатолий Евгеньевич сыграл ферзь Д2, тем более последовало Д5. И после рокировки конь С6, самый принципиальный ход С5 здесь был сделан. Как и в недавно рассмотренной нами партии Глигорич Трингов. То есть белые готовы пожертвовать пешку С5, скажем, на ферзь Е7 сыграть слон Ф2, отдать на С5, но зайти за чернопольным слоном черным. Как мы видели, чернопольный слон белых в этом случае становится неимоверно сильным. И не просто действует на нервы противнику, но и способен принять участие в создании матовой атаки. Ну в этой позиции как бы много учебных интересных продолжений. Например, можно сыграть ферзь А5. Так играл Аниш Гири против Валерия Попова на чемпионате, командном чемпионате России в Ольгинке. В 2011 году слон Ф2, ферзь Б4, но здесь Валерий мог просто забрать по-моему на Ф6. Я так мельком посмотрел. На слон Б2 будет ладья Б1, черные без фигуры похоже остаются. А на слон Ж7 имеет смысл забрать качество. И хотя определенная компенсация у черных будет, очень активные слоны, объективно они должны бороться за ничью. Все-таки нет качества, пешки. И хоть чернопольный слон и выглядит страшно сильным, но шансы тем не менее, мне кажется, у белых должны быть выше. В партии Анишу удалось запутать. Валерия. Есть интересный ход слоны Ф8. Так, в Роттердаме на чемпионате мира студенческом до 26 лет, лично командном, я в нем тоже принимал участие, сыграл будущий гроссмейстер из Греции Термиодианос против Акиры Ватанаби. Ну, неплохого японского шахматиста. Партия продолжалась тоже очень интересно. Черные получили неплохую контр-игру. Пешка Д5 защищена. При случае ее можно толкать вперед. Ну и, в общем, после напряженной борьбы, тем не менее, завершилась в ничью. Ход ладья бьет Е3 встретился буквально в августе 90-го года. Напомню, партия Карпов-Каспаров игралась в ноябре. А в августе, по-моему, в партии Фишбейн-Речел в Гранингене встретился ход ладья бьет Е3. То есть, черные пожертвовали качество за этого мощнейшего слона. И теперь слон Ж7 не имеет оппонента. И, в общем-то, черные за качество получают отличную контр-игру. Ферзь Ф8, напали на пешку Ц5. В партии первоисточники было Конь ЦБ5. И после ферзь бьет Ц5, ладья Ц1, ферзь Б6. Вот, кстати, эта же позиция встретилась позднее в партии Гельфанд-Каспаров. И Гарри Кимович победил после ладья ФД1, ладья Е8. То есть, он получил отличнейшую компенсацию за пешку. И сейчас отыграл еще одну. Ой, за качество. Получил две пешки за качество. Очень важно было сохранить ладьи для того, чтобы... Ну, для получения активной игры. То есть, ладья черным просто необходима. Ну, и, в общем, в дальнейшем Гарри Кимович обыграл. Это в 92-м году в Ленарисе. То есть, чуть более, чем через год. Менее, чем через полтора. А в партии первоисточники белые отошли. Ну, сыграли не ладьяев Д1, но ушли конь Б3. И вместо конь Е8 у черных был отличный ход слон А6. Это все встретилось в 1991 году. Также против Фейнгальда сыграл будущий гроссмейстер Шандер. И тоже у черных получилась мощнейшая инициатива. Анатолий Евгеньевич известен шикарным чувством опасности. И он сделал ход, который и сейчас компьютерные программы считают сильнейшим. Но после короля Ш1 ладья Б8 у черных видно, что есть отличная компенсация за качество. Слон работает. Нет ни одной ленивой фигуры. То есть, все фигуры черных готовы к активным действиям. И после Б3 слон Е6. Ну, здесь можно было попытаться завязать борьбу белыми, сыграв, например, Ж3, не пуская ладью на А4. Правда, после конь Д7, ладья Д1, Х5, королевский фланг белых подвергался... Чему он подвергался-то? Атаки черной пешки H, да? Ну, в общем, черные вызывали ослабление королевского фланга и получали неплохие шансы при случае зацепиться именно за белого короля. Ну, и можно даже, кстати, сразу пойти H5 с той же самой идеей. Видно, что конь на А4 не работает. Слон на Е2 пассивный. И Анатолий Евгеньевич неработающего коня перевел быстро в центр, что привело практически к форсированной ничьей. Угрожает слон Д4 или конь Ж3 шах, и потом слон Д4 с выигрышем ферзя. После ферзь Ф2, ферзь Е7... А, угрожает также конь Ж3 и конь бьет Ф1, то есть поле Ж3 надо брать под усиленный контроль. И после ферзь Е7 резким ходом Ж4 Анатолий Евгеньевич вынудил Гарри Кимовича форсировать ничью. Ладья H2, ферзь H4. И ввиду неизбежного вечного шаха по полям Ж3, H3 противники согласились на ничью. Такая великолепная идея, отлично оформленная чемпионом мира, 13-м чемпионом мира. Но надо сказать, что и 12-й тоже проявил лучшее качество. И в позиции, где, скажем, такой сильный шахматист, как Борис Абрамович Гельфанд, пошел по сложнейшему пути с шансами на проигрыш. Анатолий Евгеньевич нашел способ, встретившись с неожиданностью, свернуть борьбу. После этой встречи, на девятом ходу, на долгое время основным продолжением белых стало Слоны в 2 или Конь С2. Вот два основных продолжения, которые вышли на первый план именно после партии Карпов-Каспаров. Ну что, всем спасибо за внимание. Лайки, дизлайки. Жду на тренингах. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова